В рамках работы над бюджетом 2020 года окружные депутаты посетили акционерное общество «Мясопродукты». Они осмотрели производственные цеха предприятия, пообщались с работниками, обсудили перспективы производственного роста. Знакомство с производством акционерного общества начинается с осмотра камер хранения. Как нам рассказали сотрудники мясокомбината, этим установкам уже более 35 лет. 112 тонн на сегодняшний день заготовлены. Сегодня идет прием для мяса. Это ижемский авеневод. Договор мы сегодня подписывали на 180 тонн, но обещают 120 тонн. То есть больше говорить может быть, меньше не будет. Собственно, это меня радует. Но мясо у них хорошее. В ходе рабочей поездки парламентарии также побывали в колбасном и консервном цехах, осмотрели другие производственные помещения предприятия. Как отметил гендиректор акционерного общества Казимир Кабалоев, в общей сложности на предприятии трудится 196 человек. Работой своих сотрудников он доволен. Каждый из них мастер своего дела. С работой коллектива я доволен. Подготовка у них очень хорошая. Персонал хороший, серьезный. Более того, я очень хотел бы отметить технологический состав. То есть колбасно-кулинарный цех весь персонал, консервный цех весь персонал. Ну и остальные вспомогательные производства тоже на достаточно хорошем уровне. По словам Казимира Кабалоева, на сегодняшний день основная задача предприятия – успешно провести убойную кампанию. Когда начинается убойная кампания, у нас финансовая готовность должна быть тоже соответствующая, чтобы мы могли обеспечивать необходимую предоплату нашим оленеводам. Мы пока заемные средства берем у центра развития бизнеса под очень высокий процент. Гендиректор предприятия также отметил, что для расширения производства необходимо вводить новые холодильные мощности, строить склад и консервный цех для производства рыбных консервов. Сбыт продукции предприятия планируют организовать и за пределами округа, а в торговых точках Архангельска и Санкт-Петербурга. В свою очередь спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что расширение рынков сбыта позитивно скажется на увеличение прибыли окружного предприятия. Также он предложил руководителю найти возможность для повышения уровня заработной платы работников мясокомбината. Мы сегодня здесь на мясокомбинате, чтобы посмотреть и услышать основные экономические показатели предприятия, с какими планами оно идет в следующий год. Для нас мясокомбинат очень важное предприятие, это важнейшая отрасль наша, которая занимается переработкой мяса. Конечно, здесь мы зададим вопрос руководителю по поводу того, какая будет прибыль предприятия, какие будут запасы мяса, как идет убойная кампания, как идут переговоры с нашими СПК. Ну и, наверное, всех жителей интересует такой обыкновенный вопрос, что с нашим качеством мясной продукции, какие, может быть, новые виды продукции появятся на прилавках наших магазинов. Поэтому рост заработной платы на предприятия – это все те вопросы, которые, конечно, нас интересуют. В первую очередь, социальная защищенность, энерговооруженность предприятия. Как отметил Александр Лутовинов, парламентарии с определенной периодичностью встречаются с коллективом, чтобы выявить проблемы и совместно с профильным департаментом их решить. У коллектива должна быть уверенность в завтрашнем дне. Для этого нужно повышать зарплату, обновлять производственные мощности, решать вопросы доставки сырья, сказал Александр Лутовинов. Спикер окружного собрания также отметил, что до конца года депутаты планируют посетить все окружные производства, чтобы посмотреть, с какими показателями они завершают год. Ирина Никешина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.